Привет, друзья! И зашла я опять в фикс-пайс. Давно я там не была. Ну, собственно, вы видите цветы. Я пошла со цветами, но не смогла пройти мимо некоторых товаров. Поэтому давайте посмотрим, что же там появилось. И, в принципе, две новиночки, даже три новиночки я взяла. То, что увидела у других блогеров. Вот. И одна новинка. Я такого ни у кого еще не видела. В общем, давайте посмотрим. Собственно, пакет, да? Пошла я за цветами, поскольку в воскресенье мы поедем на кладбище. И, можно сказать, относительно приличных цветов, да, симпатичных и довольно доступных по цене, вы дешевле нигде не найдете. Вот. В общем-то, я взяла вот такие цветочки занятные. Они из пяти веточек состоят. Вот. Такие пестрые, розовые. Но они, скорее, знаете, такого свекольного цвета. Камера немножко по-другому передает. Такие вот пестро-оранжевые и вот такие кремовые. Ну, чтобы была пара. Одна и вторая. Так. И пакет я уберу. Вот. Собственно, давайте сбоку начну. Сначала, наверное, со съедобных, несъедобных. Короче, взяла вот эту книжку уже на выходе. Увидела. Она у нас есть. Я увидела ее в обзоре. Не помню, у какого блогера. Она сказала, что это детектив. А я люблю детективы. И, в общем-то, я решила ее взять. Увидела. Вот. Даже себе еще записала на бумажке, как называется, чтобы взять. Так. Ну, кетчуп это, само собой, дешевле, чем где бы то ни было. 50 рублей. Затем увидела вот эти конфетки картошка. Я вообще люблю такое пирожное. Попробуем, что за конфетки. Потом расскажу, понравились или нет. Также, тоже у кого-то, видела из блогеров, появились вот эти замечательные конфетки. Золотая лилия. Значит, картошка здесь 250 грамм. А золотая лилия здесь 200 грамм. Но, в принципе, стоят одинаково. По-моему, 50 или 55 рублей. 200 грамм. Так. Дальше у нас появились новые скотчи. Вот такие вот горошками. Я не смогла устоять. Как же я и без скотчей уйду. Вот такие золотисто-серебристые. Вот такие вот. Со звездочками и сердечками. И еще одна. Вот такая вот. Здесь появился золотой с кленовыми листочками. А остальные у меня, в принципе, есть. Ну, посмотрим. Может быть, я их разыграю в каком-нибудь конкурсе. И, значит, появилась вот такая вот штука. Значит, 55 рублей стоит бальзам. Ямалая. Надеюсь, я и правильно прочитала. В общем, насколько я знаю, они довольно дорогие. То есть, за 50 рублей, в принципе, купить такой бальзам, это довольно дешево. Потом, по-моему, у Анютки увидела вот эти бонжур пироженки. Взяла 5 штучек. Они, по-моему, по 7 рублей были. Вот, 5 штук. И увидела вот эту форму и обалдела. Но она, конечно, немножко меня смущает по плотности. В общем, вот такой вот, чтобы рулет делать. Рулет или такой кекс, не знаю, с цветочками. Попробую. Немножко меня смутило то, что она такая вот, как бы, мягкая. Но, может быть, все-таки она не осядет. То есть, она не такая хлюпкая, но при этом, вроде бы, не слишком жесткая. Вот. Ценник не знаю, показывать, не показывать. Ну, вот, давайте вот так вот покажу. Кому интересно, остановите. Я воспользовалась карточкой. И, соответственно, у меня там снялись какие-то баллы. Или накопились какие-то баллы. Вот. В общем, такие небольшие покупки. Надеюсь, было интересно. Может быть, вы что-то себе присмотрели. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok